Еще раз доброе утро, команда, рада всех видеть и слышать. С вами сегодня я, Наталья Варгина. Сегодня вторник, но мне посчастливилось сегодня вести тоже планерку. И сразу проанонсирую, завтра тоже приглашаю вас, завтра будет очень интересная планерка. Рекомендую всем привести побольше своих партнеров. Пока говорить не буду, это будет для вас интригой, интригу сохраним до завтра. Завтра все увидите и узнаете. Но обещаю вам, что будет очень интересно. Так, ребят, у меня сегодня очень классное настроение. И я думаю, что оно у всех сегодня классное. Хочу поздравить вас всех с таким прекрасным днем. Сегодня день влюбленных, день святого Валентина. Желаю вам в этот день любви, счастья. И вообще не только в этот день, а желаю вам, чтобы вся ваша жизнь была наполнена любовью. С праздником всех. Лили, что значит вопрос, почему? Так, ну пока Лили пишет, я иду дальше. Ребят, кто знает, да, что это за праздник? Вообще я очень люблю этот день. Прям, я не знаю, я узнала об этом празднике еще с детства, да. И вот обожаю дарить всем валентинки, поздравлять всех с праздником. Как классно, что у нас сейчас есть интернет. И мы можем всех своих друзей одарить классными валентинками. Откуда же вообще пошла эта традиция? И мне бы очень хотелось пару слов сказать об этом празднике. Потому что он касается и нас с вами. День Святого Валентина – это день всех влюбленных. Почему он называется именно так? Потому что давным-давно, да, ну очень много всяких разных историй, но я расскажу одну из них, потому что неизвестно, какая из них правда. Но, в общем-то, они одни и те же эти истории, да. Смысл один. Был такой святой Валентин, он был священником. И в Древнем Риме давным-давно, да, император Клавдий запретил жениться, молодым людям жениться. Он считал, что одинокий мужчина будет лучше воевать на войне, он будет храбрым воином, да, не будет бояться за свою жизнь, а будет бороться только за свое отечество. И поэтому он запретил женитьбу. А вот святой Валентин, священник, он тайно венчал влюбленных. И когда об этом стало известно, его, конечно же, заключили под стражу, да, в темницу бросили и приговорили к смертной казни. И именно там он влюбился в дочь начальника тюрьмы, да, и посылал перед своей смертью, да, перед казнью, он послал ей послание. И признался ей в любви. Вот именно оттуда и пошло, да, вот эти Валентинки, когда влюбленные рассылают друг другу. Она уже прочла это послание после его гибели, да, после казни. И как бы это стало традицией, что влюбленные признаются друг другу в любви именно в этот день и вспоминают этого святого. Почему именно я сегодня хочу рассказать эту историю? Потому что, смотрите, человек, даже не боясь под страхом смерти, да, не боясь за собственную жизнь, шел к своей цели, достигал ее. Он делал доброе дело, да, он венчал влюбленных. И не боялся, да, ну, чем все для него это закончится, но он достигал своей цели. Вот точно так же и мы, да, должны достигать своей цели. У нас это не смертельно, а наоборот, когда мы достигаем своей цели, мы получаем очень много всяких разных плюшек, да, очень много всего интересного. Мы обретаем, самое главное, свободу во всех направлениях, как финансовую свободу, так и вообще свободу по жизни. То есть мы становимся хозяевами своей жизни. Но для этого, ребята, нужно попахать, да, нужно что-то сделать, чтобы достичь цели, к ней нужно идти. Поэтому, вот я уже поставила такую известную всем картинку, вот, то, что нужно двигаться к цели обязательно, несмотря ни на что. Вот будут у нас всякие разные трудности на пути будут встречаться, но не нужно на них обращать внимание, нужно видеть цель. Самое главное и двигаться к ней, двигаться и двигаться. Будет, я не знаю, будет очень много, да, всяких сомнений, будет, может быть, даже желание отступить, да, остановиться. Но вот в этот момент хотелось бы, чтобы вы вспоминали о том, что что будет, если я остановлюсь. Что будет? Вообще, как я буду жить и что я скажу своим детям, что я остановился, что я проявил слабость, да. Вот самое главное, ребят, чтобы дойти до цели, обязательно человеку нужно только одно, нужно идти. Идти, несмотря ни на что. Вот я еще хочу сейчас рассказать историю из своей жизни, да. Если бы, наверное, этой истории не было в моей жизни, ну, вообще, да, в моей жизни, да, в моей семье, то, наверное, я сейчас с вами вообще не разговаривала бы, меня бы просто не было бы на этом свете. Эта история случилась уже много-много лет назад, когда мой папа еще был совсем молодым. Они совсем недавно поженились с мамой, с моей, вот. И жили, конечно же, в деревне, это были 60-е годы, очень давно. И сами понимаете, что раньше, чтобы добраться из одной деревни в другую, например, либо из одной точки в другую, скажем так, было очень сложно. Не было дорог, не было транспорта хорошего. А мой папа работал на тот момент на бульдозере. Он был трактористом. И его послали из деревни, где они жили, в город. Ну, там по каким-то, я не знаю, вопросам нужно было что-то привезти. Почему именно его? Потому что на дворе была зима, и дороги были непроходимые. А у него был гусеничный трактор, который, ну, вездеход, да, мог везде проехать. И вот когда он уже возвращался обратно, он сказал, что началась жуткая метель просто. Вообще не было видно ничего абсолютно. Сами понимаете, времена, это сейчас мы ездим в комфорте на автомобилях, с подогревом и все такое. А тогда это железная машина, да. Мороз, естественно, конечно, сильный. Были раньше очень сильные морозы, большие снега были, что можно было там, я не знаю, проваливаться по поясу в сугробах. Вот. И случилось так, что он заблудился. Он просто ехал как мог, да, сколько мог, и заблудился, и трактор его увяз в снегу. Он просто не мог ехать дальше. И он понимал, что если он останется в тракторе, то он просто замерзнет, и все. И на этом все закончится. И ему пришлось в метель, он говорит, уже было темно. Вот. Я вышел из трактора, меня метель сбивала с ног, но я понимал, что я должен идти. У него уже, у меня уже, на тот момент у них уже были дети, это мои старшие брат и сестра. И он понимал, что он должен дойти. И он увидел вдалеке где-то столб электропередач. Он дошел до него, и вот он передвигался от столба к столбу. Он, в общем, отдыхал какое-то время и шел дальше. Опять отдыхал и шел дальше. Он говорил, что мне, я безумно устал, я замерз, я просто хотел лечь и заснуть. Вот было такое состояние. Но я понимал, что если я сейчас это сделаю, то, ну, то все, жизнь закончится. И поэтому он шел. Он шел, несмотря ни на что. Я даже вот эту историю рассказываю. Очень эмоционально, ребят. Вот. И он шел, несмотря ни на что. И он дошел. И я ему, конечно, за это бесконечно благодарна. Потому что, если бы он не взял себя в руки, да, не видел, не поставил перед собой эту цель, то тогда у нас не было бы такой большой семьи. У нас, ну, не было бы никакого будущего, да, меня бы вообще не было. У нас, видите, потому что на тот момент я еще не родилась. И, понимаете, ребят, вот я думаю, что в жизни каждого из вас есть такие истории. И вот когда вы сдаетесь, да, когда вы говорите, что вам трудно, что вы не можете больше работать и не можете больше делать этот бизнес, да, строить этот бизнес, вспоминайте какую-нибудь такую историю жизни. Посмотрите на своих детей, вот. И помните о том, что только вы, вы можете сделать свое будущее и будущее своих детей таким, как вы хотите. Поэтому никогда не сдавайтесь, никогда. Тем более в нашем бизнесе. Наш бизнес, ребят, это красивый бизнес, это легкий бизнес. В нем нужно только разобраться, и тогда все у вас получится. И, ребят, я вам желаю хорошего дня. Я вам желаю, чтобы у вас все получилось. Желаю сегодня много-много регистраций. И еще раз вас с днем, святого Валентина, да, с таким хорошим днем. Пусть этот день у вас будет наполнен любовью. И никакого негатива вообще не будет сегодня. Да, ребята, только вперед. Я надеюсь, что я вам сегодня была полезна, что я зарядила вас энергией. Если у вас есть ко мне какие-то вопросы, то я их очень-очень жду. Спасибо вам, ребята, спасибо большое. Спасибо за обратную связь. Спасибо, что вы сегодня пришли. Спасибо, что вы были сегодня со мной. Мне безумно приятно всегда перед вами выступать. Безумно приятно с вами общаться. Я очень рада, что я попала в такой классный проект. Такой красивый проект, ребят, потому что наш бизнес реально красивый. Спасибо вам всем большое. Хорошего вам дня. И я хочу проанонсировать сегодня классный семинар, ребят. Очень классный, очень нужный. Особенно всем тем, кто работает в Однокласснике. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому. Продолжение следует...